доброе утро сейчас 7 утра или чуть больше и мы сейчас в аэропорту танечка ты рада будешь опять вернуться в барселону там будет миллион туристов но я еду только из-за американских горок потому что таня сказала что там есть офигенный парк аттракционов как обычно холодина возле трапа буквально за один час мы почти прилетели в барселону водитель этого самолета точнее пилот пилот сказал что барселоне дожди нас преследуют ну что в барселоне гораздо теплее чем париже по ощущениям и так мы прибыли в барселону заселились наш номер это пятизвездочный отель в центре города и у нас такой вот номер с одной большой кроватью но вид с окна не радует просто посмотрите это на центральной улице но просто тут улицы все узкие и нас вид с окна и понюхала свой носок да вот смотрите у нас вид с окна на здание но кстати номер очень просторный я розовый ну да уже белого я не буду пополам мишек есть вот тут такое вот зеркало есть прикольное с икеи походу и хай-тек туалет с душем для инвалидов для людей с ограниченными возможностями и вот тоже унитаз унитаз для людей с ограниченными нет с особенными потребностями вот чё я когда сру мне как раз хорошо держаться за 100 на зеркало готов чтобы давить прыщи это не душ нет для грани это душ нет для таня это душ нет для ограниченных а для с особыми потребностями а у тебя потребности то не особенные кстати мини-бар бесплатный пиво вода кола алкоголя нет поэтому и бесплатно помылись мы отдохнули и барселона встречай там не сейчас ведет меня какую-то шаурмечную я правильно выразился фалафельную таня знает где делает хорошую шаурму по ее словам потому что таня уже тут не первый раз таня ведет ведет меня и никак не доведет еще далеко 5 ну мне нравится барселоне прикольно таня водит меня по задворкам где-то таким задворком так и в этом же и прикол ходить по мочкам здесь везде такие улочки то не затвор мы все еще у пути почти пришли и здесь людей побольше как она называется здесь кстати по всему городу летает попугаю вместо голубей и воробьев а что это не продает оригинал майкл корс оригинал майкл корс где вот мы полчаса шли сюда что хочешь это именно шаурма или нет шарма ты платишь на мясо а вот это уже бесплатно сколько влезет больше чем надо не влезет хорошо сейчас завернем мы вышли на сумасшедшую улицу где полно людей очень много также как и у париже я думаю шаурма сейчас скрасит мое настроение лаваш мягкий да конечно мало взял все подряд наложили таня сейчас ведет меня к морю таня проглотила всю шаурму все я ни разу не съедала ее все первый раз сильно была голодна видимо таня я хочу на пляж где песок они мы идем они корабли и краны ну пальмы здесь красивые красивее чем батуми и только что видел чувачков которые идут за ручку сейчас я вам покажу как мы охуенно пришли на пляж посидеть в одиночестве возле моря это ты сюда хотела меня привести когда я здесь была здесь вообще никого не было человек 10 20 на весь пляж было я вижу я вижу чуть больше 20 ну барселону явно не стоит приезжать на море потому что море здесь вообще некрасивая мне нравится самое красивое море в крыму мне кажется что вообще в крыму лучше всего где я либо был а вот любовь таня рука намочил ноги ахуенно таня веди уже на гауди меня смотреть даже китайцы блядь пучат губы когда делают селфи слава украине снежок блять что это за сливной бак собор какой-то да да как тот отель старый здесь кстати по этим улочкам ходят чернокожие и говорят нам такое словосочетание кофешоп кофешоп это у них это типа у них секретный шифр типа хочешь травы так может нам стоит кофешоп а немного купить а Таня пробовала траву здесь нет не пробовала не пробовала Ну смотрите, ребята, это судьба Мы нашли магазин, где просто миллион кепок И здесь делают принты на кепку С любым твоим рисунком И смотрите, здесь такие же кепки, как у меня Я сейчас выберу кепочку И покажу им этот рисунок И они мне сделают настоящий принт Да, вот Розовую тебе Это самая узкая улица, по которой я когда-либо ходил Здесь могут люди Из балкона на балкон что-то передавать Друг другу при помощи рук Или просто перепрыгивать друг к другу Смотрите, куда мы пришли Почти как в Диснейленде А что это такое? Церковь? Таня, это церковь или что? Конечно Таня, болит голова? Саша сказал, что запрыгнет на эту штуку Лох Давай еще раз Молодец А ты попробуй А что случилось, Саш? Саша, что случилось, расскажи Не видно, стой Ага Все, потом Саша бежал, короче Расскажи, как это было Саша бежал, вот тут такой, типа, бежит, бежит Поет песенку Прыгает И разбил камеру И такой крутой, на понтах Типа бежит И камера выпадает Попугай с монеткой на шею Вы посмотрите Здесь попугай вместо голубей Доброе утро Мы в Барселоне Мы сейчас зашли в Старбакс Как обычно Мы взяли два сэндвича с тунцом И попросили подогреть Мы просили раз пять подогреть Они не грели нам Потом я говорю А почему вы не можете подогреть нам сэндвичи? Говорят Ты будешь подогревать майонез? Это же вредно Как это? Они не греют майонез Они считают, что это очень вредно У нас в Украине Все заливают майонезом И жарят в духовке А тут всего лишь подогреть сэндвич с майонезом Это же неправильно Пять раз просили Они отказывались А вдруг ты отравишься? Таня взяла какой-то плохой чай Я перепутанно взяла мат В чем есть-то обычно У меня такой невкусный Мне не нравится Он еще и воняет Как это? Это же майонез Это нельзя греть Никак Я отравлюсь Неужели вы будете греть Тунец с майонезом? Вы что? Погода тут очень переменчивая То холодно, то жарко Не знаешь просто как одеться И я, кстати, кажется, простыл Простудился Хотя я никогда не болею Вообще не болею Но это акклиматизация какая-то Скорее всего Потому что такое, знаете, состояние Ватное И Таня сейчас меня ведет В район, где... Кто? Гауди? Да, здание Хорошо, мы объяснили Гауди здание Кстати, надо же и в Барселоне Это не купить шарм Пандоре Зайдем, купим, чтобы потом не ходить Каждое здание Гауди Можно определить по китайцам Если вы видите что-то вокруг чего Много китайцев Знаете, это Гауди Ну, как бы ничего особенного, если честно Ничего особенного? Скиви на каждом углу Ну, как бы вообще ничего особенного Что тебе надо, чтобы впечатлило тебя? Не, ну, красиво, да Косточки как будто Тебе ничего не впечатляет, кроме KFC? Да Гуляем по кварталу шопинга Заходили смотреть сумки Ничего не понравилось Тане Вот, кстати, еще одно здание Гауди Не знаю Ну, не трогает меня Ну, почему меня ничего не впечатляет? Парни в Шеркасе ничего не впечатляют? Идем вообще-то Что, красный свет? Ну, ничего, можно быстренько перейти Наконец-то мы нашли Пандору в Барселоне Это, оказывается, было непросто Потому что в центре нигде Пандоры не было И покажи, что мы купили Мы купили Саграду Шарм с Саградой Это вот эта церковь Мы прибыли в парк Гуэль Я кашлять начинаю, прикиньте Это парк, который сделал Гауди Сделал? Он сам строил его Я не помню Вот Нам нужно разобраться сейчас, где купить билеты А его просто стоят, вот тут фоткают все со стороны Все, идем Чего тут встали? Чувак сказал, что билеты на сегодня все проданы Что сегодня мы не зайдем туда Говорит, что да Только на завтра в 6 с чем-то можно А как это тут, типа? Вот, да Почему люди фоткают парк снаружи и не заходят? Потому что все билеты проданы Мы думали, что подойдем в кассу И предложим больше денег Просто заплатите Мы все равно в него попадем Но там билеты продают только автомат Его никак не наебешь И хоть ты предложишь 100 евро Ты все равно сюда не попадешь Вот эта часть парка бесплатная А там, где различные архитектурные сооружения красивые Там платно Там только с билетиком Таня, кстати, я думал, что здесь бесплатно будет Не, я же говорила тебе, смотри Пойди дай ему евро У тебя же много мелочих Пойдите Пойдет слоткаться ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь попугаи живут на пальмах Они строят там гнезда Пыль Это его гнездо и дыра Прикольно О, смотри, на руле есть Давай посмотрим Он поправляет хату свою Строит Покупались мы с Таней в пузырях Ходим по бесплатной части парка И здесь людей так же много, как и в платной ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сюда нельзя Посетили мы парк Точнее, не посетили парк Гуэля И идем обратно пешком Хочу заметить, что в Европе везде Отличные, идеальные дороги Даже если это далеко за городом Пошли Нарушаем В Европе вообще не жлобятся на светофоры То есть каждые метров 50 есть переходы Для людей, велосипедов И везде есть светофоры И везде есть светофоры Даже если это улица длиной в один метр Там все равно будет начерчена зебра И будет светофор И люди стоят и ждут И эти светофоры реально напрягают Потому что ты проходишь 20 метров Опять светофор Проходишь еще 30 метров Опять светофор Переходишь просто дорожку в сторону Светофор Здесь на одном перекрестке Может быть светофоров 20 А еще на улицах Вы просто не увидите нигде мусора То есть чтобы на траве Валялась какая-то бумажка Или пакет от чипсов Это просто невозможно Где бы мы не ходили Мусора нет Просто нет Ни под бордюрами Нигде Ну просто нет Смотрите мусора Ни бычком, ничего Можно лечь Смотрите где Где мусор Вот смотрите Вот где мусор И тут выгуливают собачек И потом Хозяева собачек Подбирают какашки пакетиками Тут везде Идеальная разметка Везде яркая Широкая Нестертая И из каждого бордюра Есть съезд То есть Даже когда ты едешь на скейте Или на велосипеде Или на самокате Всегда есть съезд Любого бордюра Вот такие съезды Полностью на каждом бордюре есть Таня ведет какой-то ресторан Хочет и обедать И одни китайцы в очереди В Луи Витон Мы проходим опять Мимо Луи Витон И очередь здесь Не утихает Постоянно Китайцы хотят Луи Витон Ну знаете Мы отобедали И решили так же Присоединиться В очередь В магазин Луи Витон Посмотреть Какие там сумки Брускеты мы отобедали Здесь это Тапос называется Постоим В Луи Витон Слишком длинная очередь Решили пойти в Гучи И в Гучи тоже китайцы Сделали очередь Постоянно китайцы Пошли в Китайцы И в Гучи уже очередь Нет Пойдем в Шанель Смотри В Шанель китайцы оккупировали В Кинтонику В очереди Я уверен Пойдем Стоят Ждут китайцы И выходят китайцы Ну что Танечка Ты довольна? Да Покажи сумку Что это за пакетик Такой странный Не знаю Такой красный Какой-то Обычно у них белые пакеты Таня давно хотела Сумку Гучи И наконец-то Заполучила Такое еще снимаешь? Угу Люблю пакеты больше Чем вещи Которые в них Почему такой цвет? Под наушники? Сильно много Всяких Прелюдий, да? Сколько прелюдий Тут внутри Просто ненужных Бумажка Непонятная Се, у, с, си А, вот так это носится? Это пилотка Ой, я люблю пилотки Дырочки Надо для глаз А вон глаза Видишь, прорезаешь Для глаз дыры Тут уже нарисовано Как надо прорезать И на футболке У тебя глаз Ммм Типа кожа, да? Полиуретан какой-то Ты довольна хочешь? Не Что за говно? Господи И тут даже пленочка Смотри Зубами Я буду ее носить вот так Но, если честно Если б здесь еще чуть-чуть Короче была Так ты можешь отрегулировать Так это самый короткий Дырочку прорежь Напиши там маркером Факворк На ней Нравится? Ну да У меня черная есть Я хотела такую Мне как классно Мы поднялись На крышу Нашего отеля И здесь Находится Скайбар С вот таким вот видом Я здесь не была Кстати, я перепутала Я была в другом Скайбаре Он тоже назывался Бассейн Можно покупаться Очень классный ресторан Вид офигенный А на самой верхушке Этого отеля Есть отдельные апартаменты Полностью Со своей террасой С садом И обычно Такие апартаменты Всегда Забронированы Или Заняты Впереди нас на горизонте Виднеется какое-то яйцо Здание В форме яйца И Таня сейчас смотрит Что это за сооружение Тристи Четырехэтажный небоскреб Таня сначала Сказала, что это Водонапорная башня Каменные монолиты горы Монсеррат И знаменитые Фонтаны Гейзери Барселоны Тут есть фонтаны Гейзеры Так что это такое Чувак же говорил На монсеррат Надо поехать 2005 Огурец называют Огурец Здесь все пьют Сангрию Но какая-то Она двухцветная Непонятная Попробуй Смотрите Бокал гнется Вы такое видели Когда-то Это в чем прикол вообще Прикольно Я смотрю, что это не то Я никогда не видел Таких бокалов Необычное Было вкусное Там, где мы сегодня Тапо съели Вот это Вот это На Я не хочу